Это черта, которая возникла в XVIII веке, а в дальнейшем получила развитие. То есть, если выражаться к каламбурам, то идея развития получила в дальнейшем развитие в XIX и дальше, в XX веках. Вот этот принцип, как я сказал, был представлен, сформулирован в виде идеи лестницы существ от неодушевленных, от неорганических объектов, от минералов и до человека. И ученые представляли себе мироздание в виде такой вот лестницы, по которой существа, так сказать, всего некого внутреннего присущего им начала или присущие им силы, передвигаются с одной ступени на другую, более высокую, так и увенчивает эту лестницу человека. Так Ламарк, один из родоначальников биологии, один из авторов самого термина «биология» в 1803 году, утверждал, что лестница существ заключается в том, что имеет место эволюция от низших существ к высшим, вот под влиянием внутренне присущего всем организмам и неодушевленным, неодушевленным, стремление к прогрессу. И вот все это, как я уже, впрочем, упоминал в прошлый раз, было существенным дополнением к научной картине мира 16-17 веков, которая была картиной статичной или, иначе говоря, представляла себе мир в виде такого статичного неподвижного образования. И вот в связи с этим утверждением идеи прогресса или эволюции, или развития, или историзма, как угодно, в связи с этим утверждается и развивается целая группа соответствующих методов. И эти методы разрабатываются в самых разных науках, и в науках о человеке, и в естественных науках. Какие методы я имею в виду? Это так называемый историко-генетический метод, но суть его, очевидно, исследование происхождения тех или иных явлений, и суть этого явления считалась познанной тогда, когда выяснено, из чего и как это явление возникло. И на этом, кстати, построен был и дальнейшие эволюционистские представления у Эдварда Тайлора и у Бердерта Спенсера, о которых мы еще будем говорить. Это и сравнительно исторический метод, это и так называемый метод сопутствующих изменений, и все это было в XIX веке кодифицировано, если угодно, в тогдашних трактатах по логике. Метод сопутствующих изменений, то есть метод, состоящий в том, что исследовались ряды изменений в одном ряду, некие ряды изменений в одной сфере, и параллельно им прослеживались изменения в других. Если обнаруживалось, что эти изменения, так как это представлено в математическом понятии функции, одни варьируют функции других, значит предполагалось, что между ними есть корреляция и определенная причинная зависимость. Это и метод пережитков, так называемых, то есть обнаружение менее развитых форм в слоях, неважно каких слоях, культуры или геологических слоях, в слоях более развитых и, соответственно, более поздних и так далее. Все эти методы развиваются одновременно и в геологии, и в биологии, в частности в таких отраслях, как эмбриология, морфология, и в человекознании. И все это было конкретной реализацией установки Бекона на эмпирическое, на индуктивное познание действительности, вот в такой вот историческом таком преломлении. В целом, социология возникла как распространение единого общенаучного, или иначе говоря, естественного тогдашнего мировоззрения, или что то же самое физического, или что то же самое физиологического мировоззрения на сферу социальных явлений. И вот еще Ньютон говорил, что желательно было бы вывести из начала механики и остальные явления природы, включая, конечно, и общество. Вот эту точку зрения к началу XIX века разделяло все научное сообщество, вплоть до Сен-Симона, непосредственного предшественника социологии. И отсюда не случайно мы видим в сфере социального знания так много людей, которым приписывали титул Ньютонов, так сказать, и из Сен-Симона провозглашали Ньютоном общественных наук, и Фурье провозглашали Ньютоном социальных наук, и Монтеске до того, и так далее, и так далее. И это отнюдь не случайно, потому что многим тогда общество представлялось на манеру вот тоже такого образования, где индивиды вращаются, управляемые законом всемирного тяготения, определенным образом обращаются друг вокруг друга, связанные между собой, опять-таки, с законом гравитации. Сен-Симон, главный предшественник социологии, утверждал, я цитирую, «Существует только один порядок физический». Сен-Симон видел главную задачу своей жизни в том, чтобы, как он говорил, выяснить вопрос о социальной организации. Выяснить вопрос о социальной организации. То есть для него идея общества, о чем мы говорили в самом начале этой темы, была первостепенной. И вот для того, чтобы выяснить вот этот самый вопрос о социальной организации, который его больше всего волновал, он хотел возвысить науку об этой организации до уровня наук, основанных на наблюдении. И поэтому для него, так же, как и для многих других, наука об обществе – это социальная физика и социальная физиология. И потому он так ее и обозначает. Социальная физика и социальная физиология. Этим он выражал умонастроение всего тогдашнего научного сообщества. И вот что интересно, что это умонастроение, стремление все и вся познавать физически или физиологически, оно проникло и в литературную среду, и в билетристику. И с 20-х годов 19-го века возникает мода на так называемые физиологические описания различных сторон жизни человека и общества. Физиологические, то есть основанные на наблюдении. И поэтому у многих писателей тогдашних, кстати, и в России тоже, и в Европе в том числе, и в Европе вообще, и в России в частности, мы находим множество таких вот очерков, которые носят в своем заглавии термин физиология. Вот у Бальзака, в частности, который писал о том, что моральная природа имеет свои законы, как и физическая, природа. Обратите внимание на понятие закона опять. Так вот, у Бальзака я нашел несколько таких физиологий. Это физиология брака, это все заглавие его таких очерков. Физиология брака, физиология туалета, туалета в смысле ухода за собой, гастрономическая физиология, физиология служащего, история и физиология парижских бульваров. Видите, сколько физиологии, и это тоже было не случайно, потому что вот интерес к такому вот физиологическому, не к какому-то там вымыслу, каким-то там, это был некий антиподромантизм предшествующего, который был в моде в предыдущий период, и в противовес каким-нибудь страданиям молодого Вертера или байроновским героям тут выдвигался на первый план принцип такого натурализма, физиологизма, если угодно, суровый принцип и отсюда, и, кстати, и мода на реализм, тот самый, который так задержался в Советском Союзе и был проглашен главным методом художественным в советское время, а это я замечаю в скобках, если взять известное, мы с вами говорили как раз на первом занятии об этом, вот эта известная формула, что реализм – это есть изображение типических характеров, типических обстоятельствах, известная формула, то эта формула без всяких оговорок может применяться и в социологии, и это, если угодно, лозунг не социальной науки с сегодняшнего дня, которая уже не берется выявлять, мы будем об этом говорить, находить эти так называемые неизменные естественные законы, потому что сегодня осознанно, что такие законы, в общем, это, не знаю, найти такие законы – это либо страшный теруизм, то есть, да, мы можем найти такие законы в общественной жизни, допустим, что если холодная погода, то люди одеваются теплее, хотя и это имеет свои оговорки, потому что в районе Мусагон, как известно, где страшный холод, люди почему-то ходят голым и греются у костров, а в районе пустыни почему-то одеваются в теплые халаты, но дело не в этом, вот даже это вот мне в голову пришло, но это не такой уж неизменный естественный закон, ну и так далее. Значит, вот я в связи с этим хочу сказать, что вот в литературу это вот мировоззрение тоже проникло, и я думаю, что это не случайно. Поскольку вот зарождавшаяся тогда социология рассматривала общество как часть природы, а себя как естественную науку, основанную на естественном мировоззрении, то тогдашней социологии, тогдашней зарождавшейся социальной науки или прото-социологии, если угодно, ей свойственны были все вот отмеченные черты методологии научной того времени, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, а именно феноменализм, стремление к теоретическому конструированию исследуемого объекта, активность, антителеологизм, историзм и так далее. То есть рационализм и эмпиризм, конечно, в первую очередь. Все эти черты, характерные для науки того времени, они осознанно, и я, может, в какой-то мере и непреднамеренно, они внедрялись в сферу наука о человеке и науке об обществе в частности. Все это, вот эта вот научная программа Бекона-Декарта, если можно так выразиться, она в формирующейся науке об обществе реализовывалась путем ассимиляции вот этой зарождавшейся наукой самых разных дисциплин и их методов, и биологии, и геологии. И мы, кстати, когда будем с вами говорить о пионерах социальной науки, мы увидим, насколько они, в общем, испытывали влияние тогдашних, естественных, в сегодняшнем смысле слова, наук. Все это рассматривалось с позиций естественного мировоззрения и методологии, прежде всего, механика математического естествознания. Особое место в этом ряду занимает так называемая политическая арифметика, которая зародилась в 17-м еще веке. Ее родоначальниками были английские ученые Джон Граунд и Уильям Петти. Особенно Петти, это был известный экономист и вообще такой энциклопедист, что он был и врачом, и экономистом, и философом. И, собственно, политическая арифметика, это была такая дисциплина, которая в дальнейшем, в значительной мере, стала обозначаться как статистика. Потому что слово статистика, вообще говоря, сначала не обозначало статистику, а обозначало детальное описание каких-то стран, регионов, мест, и количественный вот этот аспект в ней совсем не был, не обязательно был представлен. А был представлен как раз в дисциплине, которая называлась политическая арифметика, под которой Петти был автором самого термина политическая арифметика, и сначала, и под ней, собственно, сразу понималось любое теоретическое исследование социальных явлений, основанное на количественном анализе. И вот сам Петти рассматривал Фрэнсиса Бэкона как своего духовного отца, что ли, и стремился реализовать его установки, и его идеологию экспериментальной науки в этой самой политической арифметике. Подобные вещи, идеи, которые направлены были на создание, на внедрение, если угодно, количественного анализа социальных явлений, или количественного анализа в сферу социальных наук, мы находим и у Кондарсе, у него мы находим идею социальной математики, и у Мальтуса, автора знаменитого трактата 1798 года, опыт о законе народонаселения, с которого начинается демография, наука, в которых они стремятся найти числовое выражение некоторым закономерностям, и в дальнейшем уже в трудах, прежде всего, в Кетле зарождается социальная статистика. Вот, отмечу, что я говорил об этом в прошлый раз, по-моему, еще раз подчеркну, что эта идея была совсем не очевидной в то время, и вообще многие вещи, которые нам сегодня кажутся само собой разумеющимися, они на самом деле когда-то были открыты, и вообще социальные изобретения, они тоже существуют, вот я написал такой текст о Монте-Ске, где я пытаюсь эту идею развить, что мы хорошо знаем, кто изобрел там, допустим, ну, хорошо или нехорошо, но часто знаем, кто автор технических изобретений, но мы не думаем о том, что и социальные изобретения тоже имеют авторов на самом деле, что кто-то когда-то придумал университет, тюрьму или больницу, и впоследствии нам кажется, что они всегда существовали, но не было так и в времен, когда не было больниц, но были на самом деле, есть общества без больниц, которые как-то существуют, это тоже изобретение, то же самое относится и ко многим вещам в социальной науке, сегодня они, кажется, нам вполне очевидны, что тут изобретать, а на самом деле когда-то это было совсем не очевидно, повторяю, так вот и с идеей относительно количественного анализа социальных явлений, потому что наука долгое время базировалась на идее, что социальные явления не поддаются количественному анализу, и как я уже говорил, еще скажу, Конт, который сам был математиком, отрицал возможность применения математических методов в социальной науке. Вот это естественное мировоззрение, о котором я так долго говорил, оно на рубеже 18-19 веков и в начале 19 века все больше входит в противоречие вот с доминировавшей до того идеей общества как искусственного образования. Эта идея, как я уже говорил, все больше подрывается, и на смену ей в качестве доминирующей приходит идея о том, что общество это образование естественное, и одновременно это особая сущность, которая не сводится к совокупности индивидов, образующего это общество, то есть социально-реалистическая позиция утверждается в качестве господствующих. Методология приходит в противоречие с предшествующей антологией, и вот под этим влиянием общество все больше рассматривается как результат естественных причин, в том числе и под этим влиянием, как естественное образование. При этом идея искусственного характера общества, нельзя сказать, что она совсем исчезла, потому что и она никогда не исчезнет. Просто искусственные аспекты, так сказать, стали рассматриваться как результат действия естественных причин, как высвобождение и проявление естественных сил. Подобно тому, как в физике механика считается, механика соединяется с техникой, так и в социальной науке социальная механика соединяется с социальной техникой, социальная физика соединяется с социальной техникой, и на нее возлагают большие надежды на реформирование общества на основе вот этих социально-механических и организмических тоже представлений. Как я уже говорил, в прошлый раз на общество начинают возлагаться не просто надежды и упования на него, оно в значительной мере вытесняет и Бога, и монарха, и вообще сузирена, вообще-то всех тех, кому раньше обращали жалобы, претензии, молитвы и так далее. Вот интересен еще такой момент. В дискуссиях социальных мыслителей ранее аргументы против социально-против методологического индивидуализма и социологического номинализма носили в основном такой моралистический, что ли, характер. А тут они все больше наоборот опираются на науку. Раньше наоборот, наука как бы была на стороне методологического индивидуализма и социального номинализма. А вот на рубеже 18-19 веков наоборот. Сторонники представления о том, что общество это совокупность индивидов все чаще прибегают к этическим всякого рода аргументам, а социальный реалист, наоборот, к научным. Интересно, что вот эта мода на индивидуализм, методологический и методологический коллективизм или социальный реализм, социальный номинализм, она меняется. И вот сегодня, последние десятилетия в моде методологический индивидуализм, который на самом деле совсем не бесспорен, это тоже вопрос, в общем-то, метафизический, но считается признаком хорошего тона быть лучшим методологическим индивидуалистом, чем реалистом в духе Дюргейма или Конта. Хотя это скоро кончится, и уже сейчас наблюдаются некоторые тенденции, говорящие о том, что эта мода кончается. Ну а мода вообще действует, как я говорил в прошлый раз, и в науке тоже, и в медицине, и где угодно. Иногда модно быть здоровым, иногда модно быть больным. Такое нам трудно как-то себе представить, но такое же было, и история культуры знает, это таких немало фактов. Еще в начале 20 века было очень модно болеть, и желательно неизлечимой болезнью какой-нибудь такой суровый. Если человек в художественной культуре работал, и был поэтом, у него никаких шансов не было прославиться, если он был здоровяком, с хорошим цветом лица, и ведущим спортивным образом жизни, ему просто нечего в этой области было делать. Ему надо было быть больным, и желательно очень больным. Ну а потом мода, соответственно, на здоровье тоже есть такая, и в последние годы, к счастью, по-моему, преобладает эта мода, ну и так далее. Но я отвлекаюсь. Теперь, в итоге, я резюмирую, я хочу сказать, что социология таким образом возникла тогда и там, когда и где соединились вот эти четыре идеи, о которых шла речь до сих пор, а именно идеи общества, идеи закона, или идеи естественного закона, применительно к обществу, идея прогресса, как базового, фундаментального такого закона, и, наконец, идея метода, как средство познания социальных законов и обоснования вот этого базового закона, закона прогресса. Произошло то, что вот Макс Вейбер любил называть констелляцией факторов, мы можем сказать констелляцией идей, и несколько огрубляя, можно сказать, что вот когда эта констелляция наблюдается, и где она наблюдается, значит, тогда мы можем говорить, что мы имеем дело с социологией. Теперь мы можем, завершая эту тему, ответить на вопрос, когда и где начинается социология. Вообще, на вопрос о том, когда и где возникает или начинается социология, существуют различные точки зрения. Существует сверх такая, что ли, универсалистская точка зрения, согласно которой социология есть везде, и у каждого народа есть своя социология, есть известные работы, например, о социологии индейцев силу и так далее. В этом смысле социология есть всегда и везде. Ну и есть более узкие точки зрения на этот вопрос, которые относят возникновение социологии либо к древности, в восточных обществах находят, в древних восточных обществах, в древнем Китае, в частности, социологию, некоторые находят ее в античности, в Древней Греции, в Древнем Риме, ее начало. Кто-то начинает социологию с 17 века, то есть вот с эпохи той самой великой научной революции, о которой шла речь. Кто-то начинает с 18, кто-то с 19, а кто-то вообще с 20 века. Каждая такая точка зрения сопровождается, естественно, определенной точкой зрения, или точнее базируется на определенной точке зрения, относительно самой социологии, что считать собственной или истинно социологией, исходя из этого, датирует ее возникновение. Но я думаю, вообще говоря, что в древних восточных или средневековых обществах или даже в средневековой Европе можно находить только элементы социологического знания, а не социологию как таковую. И само то, что мы эти элементы обнаруживаем, возможно только благодаря возможности ретроспективного взгляда на эти знания, на эти элементы. Мы как бы рикошетом можем взглянуть на те или иные формы знания, как на социологические, благодаря тому, что уже развитая социология существует сегодня в определенных культурных ареалах. Если с этой точки зрения можно вот находить там, допустим, элементы буддизма в западном старом мировоззрении, можно их находить у стойков или еще где-то, но это нисколько не меняет того факта, что буддизм зародился там-то и там-то, естественно, где. И поэтому элементы, вот многие находят идеи, например, очень модерного выглядят, в 14 веке был такой мыслитель Ибн Халдун, арабский мыслитель, который сформулировал некоторые идеи, которые звучат очень современно, и есть немало исследований по поводу социологии Ибн Халдуна. Но, если говорить и о нем, и о многих других, повторяю, это именно элементы, которые мы интерпретируем как элементы социологии, опять-таки, только благодаря возможности ретроспективного взгляда на них в свете уже существующей социологии, которая возникла на самом деле в другое время и в другом месте. В какое время и в каком месте? Исходя из того, что я говорил до сих пор, становится очевидным, что социология периодом возникновения социологии является первая половина примерно середина 19 века, а точка, где она возникла, это западная Европа. После этого можно, условно говоря, утверждать, что предыстория социологии закончилась и началась ее история, или, если выражаться иначе, закончилась история предсоциологии и началась история собственно социологии. Я хочу оговориться, что, конечно, я думаю, это достаточно очевидно, граница между предысторией и историей достаточно условно и процесс перехода от одной к другой это именно процесс, а не событие. и процесс достаточно длительный и установить границы, где кончается одно, а начинается другое, не стоит такие, не стремиться такие четкие границы находить и обозначать, потому что мы можем сколько угодно, конечно, например, опять же, тот же Монтески, например, насколько можно найти и находить у него в большой степени очень современно выглядящие идеи социологии, социальной антропологии, но тем не менее все же границы это существует. Но в известном смысле история социологии вообще не имеет начала, она начинается каждый день, потому что мы каждый день в той мере, в какой наука это творчество, начинаем ее заново и в каком-то смысле она сама себя отвергает но тем не менее мы говорили об этом на первой лекции все-таки это граница, хотя она и условно существует. Что имеется в виду, когда я говорю, что история социологии началась в Западной Европе в первой половине девятнадцатого века. То, что в результате соединения вот этих самых предпосылок о которых я говорил начали определяться базовые критерии социологического знания. Те самые критерии о которых я говорил на первой лекции а именно антологические, эпистемологические, этические и институциональные. Эти критерии соответствовали тем общенаучным эталонным критериям которые сформировались тогда в научном сообществе. вот это сообщество и социальная среда этого сообщества потому что оно естественно не существовало автономно они осознали необходимость и возможность создания новой науки. Эта наука начала обретать к этому времени собственное самосознание и возникает новый термин социология что тоже явилось выражением обретения этого самосознания именно этот термин постепенно стал главным постепенно многие ученые многие социальные реформаторы возлагали надежды на усовершенствование общества и связывали эти надежды с появлением новой науки эти люди ждали появления науки призывали к ее созданию и мы находим это к середине 19 века эти призывы и ожидания буквально на каждом шагу в совершенно неожиданных местах и внутри научного сообщества и за его пределами но разумеется призывать было недостаточно и необходимо было огромное усилие по созданию этой науки и это усилие было сделано пионерами социологической мысли и к рассмотрению их взглядов мы сейчас и перейдем вот я на этом эту тему слава Богу завершаю и если у вас есть вопросы по поводу предыдущего пожалуйста задавайте относительно предыстории социологической мысли нет вопросов хорошо тогда мы с вами плавно перейдем к следующей теме социологии Агюста Конта Конт это человек который придумал слово социология и уже этим интересен для истории этой науки но при этом поэтому многие считали его называли его крестным отцом социологии но вопрос был ли он так сказать реальным отцом вопрос спорный потому потому что одни считали его таковым другие нет но дело конечно не в названии в существе дела в сущности вот поэтому но он и собственно в социологию внес достаточно серьезный вклад поэтому с точки зрения изобретения термина интересно что это была за личность но главное же все-таки с точки зрения того вклада который он внес в становление этой науки он чрезвычайно интересен для ее истории я хочу отметить что конечно опять-таки то что я буду говорить будет базироваться на главе соответствующей моей книжки кроме того есть относительно конта тексты более-менее серьезные сейчас я не веду главу в книге Раймона Арона этапы развития социологической мысли главы книги история теоретической социологии в четырех домах четвертый дом уже вышел и у них появился еще в Москве в продаже ну и некоторые другие работы я все сейчас называть не буду сам конт тексты самого конта они к сожалению доступны только во фрагментах было начато в девятисот если мне не изменяет память в конце девяностых девятисот и годы начато издание шеститонного трактата конта курс позитивной философии но оно не было завершено и оно ограничилось насколько я знаю двумя только домами и то они по-моему представляют собой библиографическую редкость что касается собственно социологических сюжетов то они начинаются в этом трактате только с четвертого тома и последние три тома посвящены собственно социологии в этом курсе позитивной философии это не переведено изданы некоторые небольшие работы хотя переводы доставляют желать лучшего дореволюционные в частности так называют работа которая в русском переводе вышла под названием слово положительному мышлению затем сборники родоначальники позитивизма были изданы небольшие фрагменты из конта ну а в современных таких что ли христоматиях антологиях можно найти небольшие тексты конта выдержки из его трудов в книгах антология мировой философии том 3 христоматия по истории социологии под редакцией Добринькова 94 года она называется история социологии тексты ну и сейчас вот новые вышли христоматии западноевропейская социология 19 века христоматия которые тоже есть фрагменты из конта я буду говорить в таком порядке сначала я остановлюсь на некоторых особенностях жизни и творчества конта затем на идейных истоках его социологии затем на позитивизме как мировоззрение его и как идеологии науки и в связи с этим на его классификации наук затем остановлюсь на понимании контом социологии как науки и в связи с этим остановлюсь на понимании метода социологии метода который он подразделял на два базовых вида или две фундаментальные разновидности это объективный и субъективный методы и соответственно мы находим собственно у него две разные социологии объективную социологию и субъективную социологию поскольку это различие не всегда осознается и его фундаментальное значение я акцентирую на этом внимание потому что у конта мы находим двух разных социологов и оба эти социологи нашли продолжение в истории социальной науки один конт и другой конт в значительной мере противостоят друг другу и в каком-то смысле можно сказать я это постараюсь показать что если конта считают основателем позитивизма то вполне есть основания считать его же основателем антипозитивизма потому что в его же трудах мы находим и антипозитивистские установки хотя слово позитивизм это слово протеи и можно находить столько позитивизмов сколько социологов и каждый социолог начинает с того что начинает критиковать позитивизм а потом приходит следующий и начинает его критиковать за позитивизм и такое наблюдается уже 150 лет истории социальной науки поэтому я в одном из выступлений опубликованном в соц.с. и когда-то во Франции говорил что слово позитивизм подобно слову счастье потому что каждый понимает его по-своему соответственно тут имеется всегда некий вариант позитивизма и нужно всегда уточнить о чем идет речь значит если под позитивизмом понимать синоним натурализма то Конт был вот в этом смысле и одним из родоначальников уж по крайней мере антинатуралистических и антипозитивистских ориентаций в социологии затем я остановлюсь на понимании Контом объекта социологии то есть общества затем остановлюсь на понимании им двух разделов главных социологии а именно социальной статики и социальной динамики затем я буду говорить о Конте как о социальном проектировщике так сказать о пророке новой религии и о творце социальной утопии ну и в конце подведу итоги и постараюсь сделать некоторые выводы и так Конт некоторых черты его жизни и творчества Конт родился в 1798 году в семье традиционных таких взглядов монархических и католических отец его был сборщиком податей время было как вы понимаете горячее потому что 1798 год это во Франции после революционное время где все тогда бурлило и хотя в этот момент уже наступила в общем наполеоновская эпоха идеи французской революции присутствовали в общественном сознании в том или ином виде и хотя слово революция при наполеоне было мягко выражаясь не в почете и наполеон даже одно образ записца который во все времена есть такие ребята которые хотят услужить начальство надеясь получить хороший урвать жирный кусок при этом и в наше время в нашем месте таких немало и во Франции таких всегда было более чем достаточно как и везде и вот когда один такой бравый писак решил потрофить Наполеона и опубликовал брошюрку с критикой идеи революции что все это плохо и надо это скорее не пробить думая что это должно понравиться диктатору Наполеону тот посадил его в кутузку поскольку считал что самый лучший вид критики это вообще не упоминание этого слова и он был в этом смысле человек чрезвычайно последовательный Наполеон а сама критика эта идея она ее как бы оживляла и актуализировала заставляла ее снова присутствовать на интеллектуальной сцене что Наполеон человек был не глупый и понимал что лучше вообще этого слова не говорить таким образом этот человек пострадал за излишние усердия так вот в это время происходило формирование его взглядов надо сказать что биографы пишут о том что о том что Конт с детства отличался таким как говорят теперь нестандартным характером был таким мальчиком нелюдимым в детских играх с 9 лет он был помещен в интернат лицеи в родном городе Монпелье он родился в городе Монпелье на юге Франции Затем Конт поступает в политехническую школу после того как он оканчивает лицей в Монпелье он в 16 лет поступает в политехническую школу эта школа так же как и другие школы возникшие в новое тогда время они существенно отличались от сорвонной и от такого традиционного французского университетского духа где атмосфера была более такой консервативной традиционной все эти большие школы так называемые как они называются во Франции большие школы политехническая школа права школа медицины нормальная школа и так далее они возникли сравнительно поздно вот как раз в связи с наполеоновскими с наполеоновской эпохой и там царили в общем нравы и традиции довольно свободолюбивые Конт в политехнической школе изучает математику другие точные науки он очень много читает по разным литературу знакомится с литературой по самым разным вопросам и это относится и к художественной литературе и к философии и к социальному проблемам много читает авторов 18 века таких как Адам Смит Кондорсе Жозеф Деместер о котором мы говорили тоже ну и Конд как я уже говорил и в это время и в политехнической школе он тоже держится в стороне от всяких забав от веселья отличается такой серьезностью и замкнутостью но при этом он бывал как отмечают опять-таки биографы Кондор он с довольно ранних лет не желал признавать никакого авторитета кроме нравственного и умственного авторитета всякого рода внешняя дисциплина всякого рода регламентация которая не исходила из вот таких вот источников он признавать этого не желал и вот поэтому в конфликтах с начальством которые имели место в политехнической школе он несмотря на свою замкнутость бывал довольно активен и вот во время одного такого конфликта когда учащиеся выступили против одного из преподавателей возник конфликт переросшей в беспорядки школу политехническую закрыли а конта отправили в Монпелье под надзор полиции в родной город школу потом вновь открыли но конта в нее уже не приняли и таким образом он ее не окончил в 18 лет он вернулся опять в Париж но уже ему пришлось начать самостоятельную жизнь и зарабатывать тем он зарабатывал тем что давал частные уроки по математике его попытки либо восстановиться сначала в школе затем он пытался в эту же школу уже поступить на должность преподавателя но его никак туда не брали и так он никогда не смог устроиться на кафедру там его лишь приглашали иногда на должность репетитора и экзаменатора в общем-то весь запас знаний он приобрел в юности и всю жизнь его удерживал он пытался поступить занять постоянные должности в колледже де Франс тоже безуспешно он писал письма с жалобами на Рогу и многих других которые его не пускали но это ничем ничем так ему не удавалось этого добиться поэтому он все время жил репетиторством и бедствовал в общем-то важную роль сыграло то что он встретился с Сен-Симоном и поступил к нему в должность секретаря в 1817 по одним данным по другим году и он пробыл в этой должности довольно долго несколько лет он был секретарем Сен-Симона и сменил он кстати в этой должности другого знаменитого человека историка Альгюстена Тири известного французского историка Сен-Симон был тогда властителем думы очень человеком популярным знаменитым он создал школу Сен-Симонистскую это была своего рода я уже говорил можно считать секта можно считать популярнейшее движение которое охватывало своим влиянием всю Европу и общение с Сен-Симоном конечно радикальным образом изменило вообще все мировоззрение Конта во всяком случае существеннейшим образом повлияло на него сначала он считал свою встречу с Контом истинным счастьем и благом но потом как это часто бывает с выдающимися людьми оригинальными людьми они плохо взаимодействуют друг с другом на близком расстоянии как писал когда-то Виктор Шкловский мы готовы признать выдающегося человека или гения когда он уже в могиле но очень с большим трудом выносим его если он наш сосед по лестничной площадке так вот такое соседство этих двух людей через некоторое время обернулось серьезным конфликтом и уже через несколько лет Конт со скандалом уходит от Сен-Симона обвиняет его в разного рода при грешениях и считает встречу с ним настоящим несчастьем в своей жизни он обвинил Конта то есть Сен-Симона извините прежде всего в плагиате в том что он заимствует его идеи и публикует их как свои я еще остановлюсь чисто насчет идейной стороны я остановлюсь на идейной стороне взаимоотношений Конта и Сен-Симона надо сказать что Конт после ухода от Сен-Симона он продолжает жить на средства которые он получает от репетиторства потом в конце 20-х годов он приступает к чтению платных лекций по философии на дому и эти лекции посещают довольно известные и выдающиеся люди но эти лекции были прерваны из-за серьезного заболевания Конта когда он более или менее выздоровел лекции возобновились и вот с конца 20-х годов Конт приступает к реализации как теперь модно говорить проекта обширного проекта который он упорно реализует проект этот был реализован в виде шеститонного трактата под названием курс позитивной философии и этот трактат выходил с 1830 по 1842 годы в этом трактате он поставил перед собой задачу подвести итог развитию всех наук того времени вот это период очень важный для Конта когда он формулирует основы своего позитивистского мировоззрения с начала примерно середины 40-х годов Конт приступает к такой религиозно-проповеднической политической деятельности связанной с основанием новой религии религии человечества и ему удается учитывать тогдашнюю обстановку и учитывая что Сенсимонистская школа опять-таки про которую никогда не надо забывать Сенсимонистская школа это был фундаментальнейший фактор интеллектуальной жизни Европы тогдашней но на этом фоне и Конт тоже на этой волне обретает довольно много последователей учеников и не только во Франции но и в Англии в значительной мере и постепенно он начинает жить на средства которые собирают по подписке его последователи энтузиасты его учения в Англии и Франции он этот период отмечен и его устной так сказать проповеднической деятельностью и написанием ряда таких текстов проповеднического религиозно-проповеднического характера он публикует позитивистский катехизис формулирует основные принципы позитивистской религии религии человечества составляет специальные ритуалы календарь и так далее ну и самое главное в этот период он публикует второй свой самый большой трактат четырехтонный труд под названием система позитивной политики или социологический трактат учреждающий религию человечества система позитивной политики или социологический трактат под заголовок учреждающий религию человечества и в этот четырехтонный трактат он включает некоторые свои самые ранние точнее даже все свои ранние работы небольшие и уже все больше выступает в роли проповедника и себя провозглашает первосвященником религии человечества Конт умер в 1857 году в Париже в окружении учеников и кстати в этом доме где он прожил последние 15 лет сейчас такой исследовательский центр Конта и дом-музей я в нем когда-то побывал несколько лет назад специально посетил хотя он был на ремонте я договорился через знакомых специально был единственный посетитель мне хранительница открыла ключом дверь и я посмотрел на все это убранство эту комнату где он умер где проходили заседания позитивистов кресло где находится кресло Клотильда де воа которое я сейчас еще скажу и очень живо себе представил как этот человек там жил и умирал и так далее плюс там повторяю исследовательский центр библиотека очень хорошая касающаяся Конта и мне даже хранительница подарила две книги одна из которых довольно старая о Конте один двухтомник и одна книга одного из его последователей Жана Латита контиста конца прошлого века надо сказать что Конт вместе с Контом в историю социологии вошли две женщины как это бывает иногда одна так сказать со знаком минус с его точки зрения другая со знаком плюс отрицательным героем здесь была его жена некая которая была такой он ее вытащил так сказать со дна и считал что он ее облагодетельствовал но у них конфликты были очень серьезные он ее обвинял и в бессердечии и в порочности они разделились в конце концов но и он считал что это истинное несчастье его жизни наряду со встречей со всем с ним ну а таким положительным и даже можно сказать благодатным началом своей жизни он считал некую женщину по имени Клотильда Дево он ее встретил когда ей было 30 лет в 45 году она была замужем за каторжником который благополучно отбывал свое наказание на каторге но знакомство их длилось всего год и за это время Конт написал ей 96 писем как зафиксировано биографами и регулярно посещал ее на бульваре Бомарше где кстати сейчас стоит и памятник между прочим я регулярно проходил мимо этого памятника иногда останавливался представляя себе как он туда ходил но однажды мои лирические размышления прервал некий бродяга который попросил у меня франк или два и я вынужден был прервать свои эти размышления но в следующий раз опять поскольку я часто там проходил я каждый раз смотрел на эту скульптурную извояние недалеко от дома прямо в скверике где она жила а сам дом очерчен то есть окна очерчены такой полосой если к этому добавить что на кладбище в Парлашест где похоронен Конт стоит памятник установленный в 1985 году из черного мрамора на котором написано Агюст Конт и три его ангела фотографии это есть в разных книгах жаль я не сделал этой фотографии значит три ангела это вот это самое Клотильда Дево мать и служанка которым он посвятил специальный культ и очень их благотворил бедная женщина умерла через год после их знакомства любовь это была в общем-то безответной но Конт его любовный экстаз перерос так сказать в экстаз религиозный и он обожествил эту женщину разработал специальные молитвы которые регулярно исполнял стоя на коленях перед креслом в котором она сидела который он перевез в свою квартиру и это кресло он объявил алтарем и неукоснительно по утрам стоя на коленях произносил эти молитвы специально разработанные в завещании он завещал похоронить себя в одном гробу или в одной могиле с этой женщиной и утверждал в системе позитивной политики посвящение что наступит время когда перед перед ней и вместе с ним с признательностью преклонится коллективное знамя возрожденного запада это цитата надо надо сказать что стиль сочинений конта довольно такой сухой даже занудный такие длинноты повторы часто он никак не заботится о красоте стиля что характерно в общем для эссеистской такой традиции французской он стремится лишь быть максимально точным и не более того вот эти вот такая громоздкость и сухость стиля сочетаются у конта с любовью к сочинению всякого рода афоризмов и девизов которые он иногда выносил на титульные листы своих книг и некоторые эти афоризмы получили довольно широкую известность и стали например даже лозунгом бразильского государства например порядок и прогресс лозунг конта и зеленое знамя позитивистов стало знаменем в Бразилии замечу скобках что это отдельная тема очень любопытная это состоит она в том что конт для Бразилии был примерно тем же что Марс для России может быть не в такой степени но тоже достаточно серьезно бразильцы его восприняли и отмечу опять же всколько все эти музеи и дом музея и памятник и многое другое в Париже создано руками прежде всего бразильцев а не французов которым не так он даже интересен и мои коллеги некоторые удивляются а что вы собственно интересуетесь контом и зачем он в общем нужен хотя я думаю это несправедливо это связано тоже с модами определенными но это отдельный разговор среди этих афоризмов например такие помимо вот этого лозунга порядок и прогресс прогресс любовь как принцип порядок как основание прогресс как цель или жить для других с тремя подразделениями жить для своих близких жить для своего отечества жить для всех или мы разрушаем только то что мы заменяем ну и так далее надо сказать что Конт как я уже сказал очень много читал в молодости но потом видимо под влиянием споров с Симоном относительно приоритета он объявил так называемый режим мозговой или церебральной гигиены и по своему собственному признанию почти 20 лет ничего не читал как раз период написания курса позитивной философии он ничего не читал кроме тех трудов которых рассчитывал найти какие-то факты для обоснования своих идей и стихов и поэзии с тем и я думаю что это было связано с тем что он решил не заражаться так сказать чужими идеями а также решил обезопасить себя от обвинений в том что он у кого-то заимствовал что-либо ну вот на этом сейчас сделаем 10-ти минутный перерыв